Из Техаса на Гавайи, SpaceX запросила разрешение на орбитальный полет Starship. Как пройдет данное испытание и какую цель преследует компания, узнаем сегодня в выпуске. Меня зовут Андрей, присоединяйтесь к просмотру, друзья, мы начинаем. 13 мая SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США, запросив у американского регулятора разрешение на первый орбитальный полет Starship, который компания Илона Маска рассчитывает провести уже в июне. Документ позволяет узнать, как именно будет проходить первый орбитальный полет корабля. После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами, главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективная и сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемый SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн, или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет первая лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луне в 21 веке. В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. В ночь на 6 мая Starship SN15, 15-серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип, совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом. Наиболее удачной была третья попытка SN10, которая завершилась успешной посадкой и взрывом после нее. В прикрепленной к заявке документации перечислены параметры связи ступеней с Центром управления полетами и детально описан ход полета. Общая продолжительность полета должна составить около полутора часов. По плану 120-метровая система и 70-метровая первой ступени Super Heavy и корабля Starship будет запущена со стартовой площадки звездной базы в Техасе. На 171-й секунде полета первая ступень отделится от второй и затем приступит к посадке примерно в 32 километрах от побережья. Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от острова Кавайи, входящего в состав гавайского архипелага. SpaceX не уточняет, как именно будет проходить посадка ступеней. Что интересно, в отношении первой ступени в документе используется термин «тачдаун», а для второй «сплэшдаун». Предполагается, что обе ступени будут садиться в воду. В пользу этой версии указывает также то, что аналогичным образом проходили первые посадки первой ступени Falcon 9 перед тем, как компания начала сажать ступени на морскую платформу и космодром. Целью орбитальных испытаний является проверка надежности и управляемости ракеты при повторном входе в атмосферу на большой скорости, что крайне сложно воспроизвести в симуляции. В одном из твитов Маск объяснил, что именно поэтому сходить с орбиты ступень будет над Тихим океаном. Сама собой, это будет контролируемый сход, а не как в случае со второй ступенью китайской тяжелой ракеты-носителя Чанчжи-Н-5Б. Сейчас SpaceX готовит Starship SN15 к повторному высотному полету, хотя изначально его считали маловероятным. На подходе улучшены прототип SN16, на котором продолжат отрабатывать маневр билифлоп и посадку, чтобы в итоге отточить все до блеска и тестировать плитки теплоизоляции. Следующим крупным обновлением станет прототип SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты при скорости полета 25 чисел Маха. Именно этот прототип, как ожидается, будет использоваться для первого орбитального полета. Испытания нижней ступени бустера Super Heavy пока не проводились. Ранее SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy, сборка которого началась в мае. Ранее SpaceX приступила к строительству башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино. Ранее компания запросила у регулятора разрешение на строительство 140-метровой стальной башни. В конце 2020 года Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу. Наконец, не так давно на испытательной площадке SpaceX в городе Макгрегор, штат Техас, заметили улучшенную версию вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine, который предназначен для Starship. На 2023 год запланирована первая пилотируемая миссия Starship. В путешествие вокруг Луны отправится туристическая делегация во главе с японским миллиардером Юсако Маэдзавой. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него, обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Ссылки на наши контакты и полезные ресурсы вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться, желаю вам отличного настроения. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok